В Сибири, в Сибирь, как высот скипел. Я понял. Но вы не РПЦ, да? Мы РПЦ и есть. А, РПЦ? Ну вы же старая вера, вы какие РПЦ? Что значит? Это старая вера и есть. Православие идёт от апостолов. От апостолов. А остальные там все в 17-15 веке, это еретики, протестанты. Нет, я имею в виду то, что сейчас официально идёт. Официально мы православные. Я понял, ладно. Мы говорим о том, что Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Чтобы пришли с покаянием, чтобы благодать Божия коснулась сердца. Получить рождение свыше и жить для Бога. А на жизнь наполняется полным смыслом. И смерть попятится. Но я не православный. А почему бритый, православный? Православный не может быть? Он попрился, потому что. Он говорит, я не православный. А, я думал, православный. Какая разница-то? Человек – это картина Божья. Бог сотворил по образу своему. Не по образу женщины. Это мужики-подкаблучники. Бабы командуют их. Они меняют их. И покоя нет. Без бороды. Человек на кого он похож? Скоблец. Скоблет себя. А вы видели в своей жизни, ну, духов? Жить для Бога надо. Наша жизнь будет показывать, кто мы есть. Вот сейчас мы немного пройдет время. Сейчас уже шесть часов почти что. А в восемь часов у нас начинается богослужение в храме. Мы идем в храм. Вы можете зайти на наш YouTube, которому равных нет в интернете. Называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Нет, я говорю, вы духов видели в своей жизни? Духа? Духов. Духов. Так он дух не из-за человека, чтобы видеть-то. Человек видит материализованное. Вот сейчас вышел маленький ролик. 12 минут называется «Интерью с дьяволом». Дьявол явился журналисту. И в лесу они сидят. Просто зарядите, посмотрите. Все ваши вопросы, которые сейчас говорите, дьявол отвечает. Но отвечает по-своему. Ну, а как вот... Смотрите, в жизни же бывает такое, когда видишь то, что, как вы говорите, человек материальное только видит, да? Да, вы так говорите? По слову Божию жить надо. Тут, как говорили, это не имеет значения даже. Чтоб Бог сотворил человека и дал ему заповеди. Чтоб он после смерти не в аду оказался, не в огне горел, а жил для Бога в раю вечно. У вас, кстати, кошка там классно бегает. Вон там. Я говорю о столь важных вещах, и вы куда-то отвлекаетесь. Но кошка – это же Божье создание. Ну, Божье создание, ну, не младенец-то. Ну, интересная же. Приятная. Ну, что же интересно так. Глаза радует. Так, дай-ка сюда эту палю, поднеси, я покажу ему. А я вижу отсюда ее. Да вы видите одну, она же не одна здесь. А, еще есть. Вот, посмотрите какая. О. Не-не, она не хочет на руки. Как не хочет? Смотри, какая красавица. Беги, играй. Вижу, вижу. Я кошек люблю. У меня две голубятни. Вы молодец. Ох. Вы зайдите на наш YouTube. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Больше нигде такого нету. Вы увидите, как мы строим православную деревню, где нельзя купить, курить, материться, воровать. И никто этим не занимается. Не лгать. Врать нельзя. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь. Я 45 лет его начальник. Без помощи государства тысячи детей отдохнули, подняли. У меня прадедушка мула был. Мула был дедушка у вас, а вы? Прадедушка. Прадедушка. Нет, я не мула. Просто я это все видел в детстве. Так у вас вопросы есть духовные о душе, о вечности, о будущем? Вопросов нету. Я просто для себя знаю, что надо заповеди исполнять. Те, которые для всех людей. Ну, а как будете исполнять, если у вас Библии нет под рукой? Какие заповеди? Сам себе придумываете? Я не православный. Ну, не православный-то, я это понял, понял. У тебя вот другая книга. Ну, вы ее тоже должны считать. Считай, что написано? Ля Ильяха, Илья Аллах, Мухаммад, Расулла Аллах. Еще написано это? Нет Бога. Да не то совсем даже. Зачем выдумывать-то? Здесь прямо написано Коран на русском языке. Что ты придумываешь-то? Сразу если... Вы хотите верить в какое-нибудь там, не знаю, существо? Я хочу верить по факту, что есть по факту ниже ничего. Это все здесь вы хорохоритесь. А как только беда приступила, как было в войну, мама, помоги, Господи, спаси. Сразу, вот именно, смотрите, когда у человека наступает какая-то беда, сразу вспоминают Бога, да? Когда человеку хорошо, никто даже его не благодарит. Да неправильно это, неправильно. Я работаю на корабле, работал 23 года. У меня сила, мощь, учусь, деньги, а в душе пустота. И в это время Господь дает мне Евангелие. И в течение полчаса Бог меня сделал другим. И 57 лет я несу это за Слово Божие. Тюрьмы, лагерь, страдания, и все это в радость. Ну, дело ваше, на самом деле. Дело. Так со Христом-то какой осмысленный путь. Везде у тебя и друзья, и враги. Ты знаешь каждый шаг, как Бог предсказал. Мы знаем будущее, что в мире будет. Что будет в мире будущем? Ну, сначала бросьте не курить, если курящим мы не говорим. А вы папирос... Это электронный сигарет. А-то разницы никакой нету. Дальше будет так. Коротко. Деньги исчезают. Границы исчезают. Будет один правитель над всем миром. Столица мира будет город Иерусалим. И будет царствовать еврей с колена Данова. И будет царствовать ровно 3,5 года. То есть 42 месяца. И об этом написано у нас в апокалиптисе, в Библии. В 13 главе. 2000 лет назад предсказано. И знак будет 666. А теперь подошли к чипированию, ко всему. В Библии написано. И пала с неба звезда полынь. Полынь. Какая... Какой Библии написано, не подскажете? Я еще раз говорю. В апокалиптисе. Пала звезда полынь. И воды сделались горькие. И многие умерли. А никто не знал. Но когда 4-й атомный блок взорвался, теперь вы поняли, что Чернобыль. Это черное былее. Полынь. Полынь переводится. 2000 лет назад. Кто бы знал, какой Чернобыль. И что взорвется. И Припять будет отравлено. И люди будут убирать. А почему именно Чернобыль? Например, в Китае. Точнее, в Японии тоже взорвался. Да никакой взорвался. Это половина Европы в глаза запорошила. Сейчас Япония. Япония только так. Думали, рыба какая-то отравится. Ни один человек, считай, не погиб. Ну, что-то считает ли информация в интернете. Не надо. Не считайте там спасателей. У нас-то сколько погибло. Области. Все оттуда вышвырнуло. Сравнили тоже. Видите, вы непрерывно себя поддерживаете этой гадостью. Да, я зависимый человек. Потому что неверующий. Вы также зависимый человек. Вот это тело называется храм Божий. Бог сотворил. И Бог говорит, кто его разрушит, того покарает Господь. А курящий на 12 лет меньше живет. И последние 10 лет харкает туберкулезом. Тут что доказывать-то? Ну, а что? Какая разница? Каждый живет столько, сколько ему предназначено. Нисколько. Он не властен распоряжаться тем, что ничем не владеет. Мы Божьи. Почему? И нужно знать волю Божьей, для чего он нас сотворил. Ну. Ну да. А вы никогда не думали о том, что вот сколько атеистов на земле, если вы не верите? Должны знать, какой процент на земле? Большой, большой процент. Ну, сколько примерно? Не знаю. 8 процентов. 8 процентов. На самом деле люди просто боятся себе признаться. Да не надо дурью маяться. Боятся. По всему миру спрашивают. Веришь, что Бог есть и суд будет? Да. Не верю. Два ответа. 8 процентов. Но эти 8 процентов падает в 99,9 процентов всех преступлений. Потому что Бога нет. Раз Бога нет, то за перестройку в России уничтожено. Да. И попы, да? Я повторяю. Повторяю. Да? За время перестройки уничтожено в утробе матери в России 120 миллионов абортов. И кто в этом виноват? Кто виноват? Сатана виноват, который на крючок подцепил людей. Сколько Сатана еще будет править миром? 6 тысяч лет, правильно? Сейчас какой год идет сотворение Адама? Двухтысячный, получается. Двухтысячный. Это от Христова Рождества. Я говорю, от Адама. Первого человека на Земле. Сколько? Получается 6 тысяч. 7 тысяч 527. Вы не знаете, но не выдумываете. Нехорошо это. Почему? 4 тысячи до рождения Христова, правильно? До Христа 5 тысяч 508. 508? Ну, значит, я ошибаюсь. Да, нет, тоже ошибаетесь, она много. Через, от Адама 1656 лет прошло, был потоп. От потопа до Вавилонской башни 721 год. Тут легко высчитать. И там появились разные языки. Сохранился только один древний язык. А как сотворялись языки, вы знаете? Знаю. Расскажете? Ну, пожалуйста. В Священном Писании говорится, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. А люди сказали, мы построим башню высотой до небес. Куда бы ни пошли, мы будем видеть эту телевышку, вернемся к месту. И Бог смешал языки. Они перестали понимать друг друга и разбрелись по всему свету. Я это читал. Мы с точностью данного года можем сказать, сколько лет русскому языку. Хотя на земле 2896 наций. Да, и придет мир, да? И никто не будет умирать. Да, придет время, в полкную подходим. Сгорит земля, и все на ней. И наступит суд Божий. О чем Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой мысли, и дела он знает наперед. И те, кто верил, те воскреснут. Все воскреснут. Одни пойдут в вечный огонь мучения, где плащ и скрежет зубов с сатаной. А другие будут со Христом в Царстве Небесном. И жить бессмертно, да? И там, и там бессмертно. Там никто не сгорает. Горит и не сгорает. Вот там тогда скажут. Места на земле-то всем хватит? Земли не будет. Написано, сгорит земля, и все на ней. Написано, видел я великий белый престол, и сидящий на нем. От лица которого бежали небо и земля. И не нашлось им места. У меня вопрос возник. Можно на него ответить? Смотрите. Вы говорите, что все воскреснут, правильно? То есть все, кто до этого умирал, за 7518 лет, все воскреснут. Вы правда считаете, что на земле останется место? Про землю написано, прежней земли не будет. Она сгорит полностью, вся обновится. И будет новое небо и новая земля. А, новое небо и новая земля. Гораздо больше, да? Дальше не написано. Сказать не можем. Ян Златоуз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все остальное фальшь. Обман. Так, а вы когда доходите до определенной точки вопроса, вы просто не находите на нее ответ. Понимаете? Не надо выдумывать, болтать языком. Я вот, допустим, веду занятия, представьте, в пяти университетах сразу, три программы, 13 школ, во всех отделах милиции, в воинских частях. Это мне приходится проповедовать. И никогда, нигде. Дом ученых на Сибирске. Вы просто заблуждаете людей. Вы навязываете им то, чего они не хотят. И нигде, никогда человек не может воспрекословить. Вы на него не отвечаете. Я вам ответил то, что известно. Остальное ни один человек не ответит на земле. Бог сокрыл, что? Не надо. А когда было? А как было? Бог сказал, все сделалось, как он сказал. Хорошо.